Малыши из Бендерского детского дома принялись за вкусный обед. В меню свекольник и жаркое с мясом. Мы кушаем вкусный суп. Обеды, завтраки и ужины для воспитанников готовят два повара. Им в помощь большая плита и другое необходимое кухонное оборудование. Питание детей работники пищеблока называют разнообразным и калорийным. Каждый день мы детей кормим мясо, рыба. Бывает на обед мясо, вечером рыба или наоборот. Два раза масло сливочное утром и вечером, сыр. Сегодня на примерное утро было у нас яйца вареные, хлеб с маслом, сыром, суп молочный с макаронами. Питание, необходимые медикаменты, одежда и обувь, зарплата сотрудников. Эти и другие статьи расходов детских домов и интернатов обеспечиваются из госбюджета. В профильной госслужбе подсчитали, на содержание одного ребенка ежегодно выделяется более 42 тысяч рублей, а в месяц – 3,5 тысячи. У нас функционирует 7 групп, 3 дошкольные, 4 школьные группы. И каждая группа, это напоминает, будем так говорить, трехкомнатную квартиру любой обыкновенной среднестатистической семьи. Где есть гостиная, где есть спальные комнаты, только их две, потому что там девочки отдельно, мальчики отдельно проживают. Всего в интернатах республики проживают 1350 детей. Это сироты, дети из малообеспеченных семей и оставшиеся без попечения родителей. Их содержание обходится государству в 51 миллион рублей в год. В эту сумму входят и затраты на оздоровление в течение всего лета. Государствам предоставлена им возможность летом оздоровиться, пройти определенные процедуры, поскольку, допустим, в санатории Днестровские зори там есть и медицинские услуги, и дети даже проходят реабилитацию. Воспитанники дедомов и интернатов живут одной большой семьей. Занимаются спортом, музыкой, развивают свои способности. Но не знают материнской любви. Сегодня в республике приоритетным стало семейное воспитание. Поэтому теперь, прежде чем отдать детей в госучреждения, специалисты делают все возможное для поиска подходящих приемных родителей или опекунов. И уже есть результат. Если в первом квартале 2013-го в интернаты и детдома поступило 40 человек, то в первые три месяца 2014-го всего шесть. Татьяна Лилица, Тимофей Чекан и Мария Ливыкина. Первый Приднестровский телеканал.